Привет! С вами Дима и Женя. И сегодня мы расскажем вам самые интересные новости о виртуальной реальности. Оставайтесь с нами и вы узнаете, как снять селфи в формате 360, что разочаровал любителей коронов и что такое экзоперчатка. Компания Dexa Robotics создала гаджет для тех, кто так и не смог привыкнуть к контроллерам. Если вы все время роняете виртуальные предметы и забываете, какие кнопки нажимать, вот оно — спасение экзоскелетной перчатки. Гаджет позволяет хватать все, что нужно в виртуальном пространстве, да еще создает ощущение взаимодействия с ними. Правда, на вид перчатки выглядит немного стрёмно. Игрок в них напоминает Эдварда руки-ножницы. Пока девайс не продается. Пообещали сделать жизнь лучше фанатам виртуальной реальности и создатели игры «Обитель зла». У них сейчас работа над ошибками. Дело в том, что из-за задержки изображения игроков сильно укачивает. Resident Evil даже окрестили самой тошнотворной игрой человечества. Я не могу, мне сейчас будет плохо. Разработчики, пережив стыд и позор, кинулись исправлять недочеты. Будем надеяться, что они успеют к официальному релизу игры в январе. Поспешили и насмешили народ и режиссеры нового кино «Ведьма из Блэр». Продюсеры решили быть в тренде и создать VR-рекламу ужастика. В итоге получилось что-то непонятное. Эксперимент состоит из нескольких сцен, в которых игрок просто смотрит по сторонам и вроде как находится в центре ужасных событий. Но картинки настолько темные и так быстро меняются, что понять по сути происходящего почти невозможно. В комментариях многие пишут, что обычная пугалка с лабиринтом и то страшнее. Этому парню срочно нужно показать приложение VR-боксинг-воркаут. Пусть лучше бьет виртуальную грушу, а не монитор. В игре можно освоить хук и другие приемы. По ходу тренировки испытания становятся сложнее. К тому же это отличный способ похудеть. Пока ты активно машешь руками и прыгаешь на одном месте, можно потерять кучу калорий. Ну и самое главное, в таком боксе никаких синяков и фингалов. Что особенно актуально для любителей поделать селфи. Теперь в себяшке можно поснимать еще и в режиме 360. Появилась специальная камера для iPhone, Insta360 Nano. Она умеет делать панорамные фото и видео. Стоит 200 долларов и работает при помощи специального приложения. А разобраться в нем нетрудно. Главное соблюдать меры предосторожности, пока щелкаете себя и друзей на такую камеру. И новость для тех, кто селфи не делает, в игры не играет, зато неравнодушен к сериалам. Мыльная опера про оборотня подростка-волчонок, которая сейчас идет по MTV, стала доступной в режиме 360. Посмотреть на любимых героев со всех сторон можно при помощи браузера и виртуальных очков. Также целые эпизоды сериала в VR-формате можно будет скачать в Oculus Store в приложении Turbo Super Now. Приятного просмотра! Здесь были все новости на сегодня. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всегда будете знать все о виртуальной реальности. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok